всех приветствую на своем канале задался я целью появилось у меня желание разобрать вот этот вот газлифт газлифт этот как вы знаете он используется в офисных креслах в креслах для руководителей короче спектр применения его обширный инструкции по разборке у меня нету в интернете я тоже не нашел там очень мало информации поэтому буду разбирать его первый раз так сказать на свой страх и риск я честно говоря побаиваюсь потому что там находится сжатый газ под давлением поэтому чтобы нам комфортно его разобрать этот газлифт нам надо будет строить этот газ как его строить я предполагаю хочу взять тонкое сверло и просверлить этот баллончик с газом но для этого я для подстраховки применю все меры безопасности какие я покажу чуть дальше кто хочет присоединиться к моей разборке данного газлифта присоединяйтесь параллельно подписывайтесь ставьте лайки ну вот приступаем для начала сделаем такую безобидную операцию снимем стопорную шайбу да я хочу показать вам что сам газлифт он рабочий вот я нажимаю на кнопку выдвигается шток под давлением и также с усилием я нажимаю на кнопку из усилием весом своим тела я его сжимаю вот он держит газлифт у нас рабочий даст там есть все сейчас я хочу снять вот эту вот стопорную шайбочку чтобы освободить нам шток снимаю более жестоко потому что восстановлению данной газлифт не подлежит это высовывается как раз и все все теперь у нас тут шайбочка еще одна шайбочка вот теперь я вижу сам шток он по-хорошему должен сняться так тут у нас вот резинка которая вышла из строя вот опора подшипника это все вот тут чтобы разлетелось но подшипник еще хороший можно будет его использовать для других целей так это вот самое безопасное что я мог сделать и теперь вот у меня в руках внутренняя часть газлифта где находится газ я использую вот такую вот схему чертеж для того чтобы понять где находится сам газ и где мне просверлить отверстие чтобы газ этот стравить если вот так вот посмотреть то согласно чертежа баллон высокого давления у нас находится вот в этом месте поэтому здесь нам надо и сверлить отверстие приступаем перед тем как приступить к сверлению я произвел часть подготовительных работ во первых чтобы сверло не гуляла я накернил слегка не очень сильно чуть-чуть чтоб только сверло зацепилась дальше что я сделал сделал такой вот защитный чехол для чего я сделал я не знаю что будет когда я начну сверлить и может быть оттуда что-то выскочит или еще чего вот я из куска жести свернул по диаметру газлифта здесь просверлил отверстие для того чтобы вставить сверло и вот таким образом я сейчас хочу зажать в киски тоже лишний раз подстраховывать потому что неизвестно что меня там ждет вот так вот по центру и зажимаю оставляю ровненько зажимаю после того как я вот сильно зажал я еще что использую вот такую маску одену на голову для защиты тоже не помешают и что-нибудь на грудь типа толстой куртки и будем сверлить сверлить будем я решил взять шуруповерт потому что дрель у меня есть но она тяжелая и большая может сверло сломать сверло взял на 2 миллиметра сверло новое ни разу им еще не сверлил это я специально взял наверняка чтобы она хорошо сверлила и сейчас одену куртку будем сверлить так ну что ни пуха ни пера ставлю шуруповерт на сверление и приступаем также в целях безопасности вот решил сюда капнуть водички чтобы не было здесь нет никаких искр и не было никакого возгорания для профилактики его продолжаем дальше сверлить ну вот если кто слышал при сверлении был такой маленький пшик то есть вышел газ из баллона вышел он довольно таки это спокойно без всяких чип и сейчас мы проверим я вот нажимаю на кнопочку и стравливаю газ все вот у нас газ стравился сейчас мы это все посмотрим наглядно кнопка утопилась и больше не возвращается как мне уже даже стало радостно и что у нас стало ходить свободно без всяких усилий это говорит о том что газ из баллона вышел вот такое отверстие способствовало тому что его я даже вот вы не представляете как я рад что у меня вот получилось теперь мне осталось его просто напросто разобрать разобрать каким образом я думаю взять но ножовкой по металлу не буду она на возьму сейчас болгарочку и отрежу вот здесь вот вот этот цилиндрик и вверху ну если понадобится могу разрезать и вдоль с одной стороны и с другой стороны чтоб более подробно узнать и посмотреть что там внутри приступаем а и так вот я перехожу к финальной части свои разборки как мне кажется я разрезал газлифт пополам сейчас попробую вскрыть может быть я здесь где-то не допилил но сейчас посмотрим так вот у нас раздвигаю две половинки аккуратненько здесь по моему должна быть пружина чтобы на не выскочила так уже хорошо это у нас что у нас это такое это уплотнитель вот такая цилиндр в цилиндре тут два цилиндра и это у нас если смотреть по схеме это у нас тут опять уплотнитель идет держатель и паршенек вот с колечком аккуратненько сейчас где-то должно быть так вот у нас да вот я кольцо разрезал резиновая вот скорее всего кольца резиновые выходят из строя если ну примеру газлифт не работает и поэтому не держит так здесь у нас что тоже вот на кольцо его снял это у нас типа поршня опана выскочил сам поршенек вот такого плана вот он дальше смотрим что у нас тут что-то за типа масло у нас тут или это может быть от газа остался конденсат ну что-то я здесь пружина не нашел вот у нас голый цилиндр вот он сам шток с поршнем это я так понял стакан где-то все хозяйство ходит и тоже вот тут где-то должен быть клапан короче вот как вы видите разобрал я газлифт первый раз в своей жизни слава богу без всяких чп без всяких неприятностей вот что находится внутри вот я здесь на столе сложу так что в принципе ничего сложного и опасного в этом нету можно спокойно просверлить отверстия стравить газ и разобрать вот таким жестоким способом газлифт на этом я хочу закончить свое видео подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии буду рад вас видеть на своем канале все всем пока